сегодня у нас по теме статья и глава еще об алкоголизме пригласили спикера лену добрый вечер я лена алкоголичка спасибо что пригласили это конечно честь для меня попробовать для меня попробую поделиться но тем как я читаю эту книгу с подспонсорными как со мной читала мой спонсор волнулись немножко все-таки это сделать до голова большая перед тем как немножко готовилась я думала ну что можно здесь пропустить и начал можно сэкономить и пришла к выводу что он здесь практически нечего пропускать тут каждая над каждым словом можно размышлять и поэтому решила разделить эту главу на 2 собрания у меня где-то около 40 минут до не сказал ведущий значит глава 3 еще об алкоголизме в основном глава посвящена алкогольному мышлению и это то что меня лично меня когда я узнала что алкогольное мышление это часть моего заболевания мне это очень помогло расставить точки над и и наконец начать выздоравливать потому что им меня мучили навязчивые мысли об алкоголе но я как-то и не связывал это с болезнью я прямо потому что вот ну я такая да а физиологии болезни я много знала ну достаточно много как мне казалось силу образования а вот то что происходило с мышлением и что это тоже проявление болезни и ну было открытием и в общем это открытие произошло после того как я начала и читать книгу со спонсором короче глава в большинстве случаев мы не захотели признаться себе в том что мы алкоголики ведь никто не хочет себя физически или умственно отличающимся от окружающих и физически и умственно сразу же нам дается посыл на то что болезнь много многоплановая я не только больна физически об этом я знала немножко и принимала но оказывается еще и умственно вот тут была полная загвоздка я совершенно не 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 склонна была думать что я умственно там чем-то отличаюсь от других и вообще ненормальная отсюда бесконечные попытки четные попытки доказать что алкоголики могут пить как и все остальные люди заветная мечта каждого алкоголика чтобы он снова мог пить получая удовольствие от алкоголя и полностью контролируя себя живучесть этой иллюзии поистине удивительно многие верят в нее на пороге безумия или смерти ну вот иллюзия это что я когда-то смогу контролировать употребление алкоголя она и во мне жила ужасно долго то есть я не знаю наверное лет 15 я жила с этой иллюзии понимаю что я алкоголик и в то же время и все время мысль о том чтобы отказаться от алкоголя была настолько неприемлемой поэтому моя голова все время придумывала себе иллюзию что когда-то эта способность восстановится и это как я сейчас понимаю именно это долго очень держит вообще любого алкоголика в отрицании в отрицании своей болезни и в отрицании того что нужно и можно лечиться мы уже усвоили что первым шагом к выздоровлению является полное осознание того что мы алкоголики нужно полностью отказаться от заблуждения что мы такие же как и другие или когда-нибудь станем такими правда ли сделать это ужасно нелегко до отказаться от заблуждения что мы такие же признать что я не такая же что я другая но но это потому что это такое ущемление как бы собственного эго это очень очень тяжело и мне было конечно очень тяжело это сделать пока не не пришло осознание все таки алкоголики это мужчины и женщины утратившие способность контролировать потребление алкоголя мы знаем что ни один настоящий алкоголик никогда не сможет восстановить эту способность ни один и никогда то есть тут у меня вот с этих с этой строчки у меня улетучивается надежда да что я потому что долгие годы жила все таки с надеждой что ну возможно они всегда а вот я исключение но мне тут говорится ни один и никогда это сразу у меня отбирает надежду что если я признаю что я алкоголик значит я тоже такая же и никогда не смогу восстановить эту способность и это удар все мы временами ощущали что мы обрели этот контроль но за этими периодами обычно непродолжительными неизбежно следовали другие когда контроль почти полностью утрачивается что приводило к невесте откуда взявшемуся и вызывавшему жалость состояние упадка духа мы все до одного убеждены в том что алкоголики больны прогрессирующей болезнью с течением времени наше состояние никогда не улучшается она она может только ухудшаться вот насчет прогрессирующей болезни ну известно что по алкоголизм болезни она прогрессирующая я подумала с такой все таки болезнью можно сравнить с любой но показательно допустим сравнение даже и с заболеванием с онкологическим точно так же как поскольку прогрессирующей болезни но любая прогрессирующая болезнь прогрессирует совершенно в индивидуальном темпе и так же как и и раковое заболевание да если можно если схватить его на определенной степени на ступени так сказать прогрессирование можно остановить и определенные методы лечения помогут и человек может еще долго жить или вообще перестать умирать также и с алкоголизмом если это сказать в определенной какой-то в определенной ступени человек начинает выздоравливать но болезнью приостанавливается при начиная и перестает прогрессировать то есть она не перестает прогрессировать она останавливается она и входит в стадию ремиссии но и вовсе не значит что болезнь исчезла она все равно прогрессирует также как и онкологическое заболевание несмотря на любые методы лечения происходит прогрессия его в организме и в итоге но тут вот такая вот у меня просто связь родилась что очень важно конечно когда когда начать и лечить заболевание свое у меня например довольно поздно это произошло но тем не менее времени упущено я так понимаю что при условии того что я выполняю свое лечение я продолжаю жить и продолжаю жить нормальной и спокойной в общем-то жизнью но при условии лечения также как любой и человек боль больной и прогрессирующей болезнью обязан принимать свое лечение иначе болезнь не захватит его и у любой прогрессирующей тяжелой болезни есть один конец это один исход летальный мы похожи на безногих и нелепо думать что конечности могут вырасти снова не существует метода лечения который был бы способен излечить таких алкоголиков как мы все возможные способы лечения были испробованы нами в некоторых случаях наблюдается непродолжительное улучшение за которым следует как правило еще более серьезный рецидив болезни врачи знакомые с проблем алкоголизма согласны с тем что нельзя превратить алкоголика в человека нормально потребляющего алкоголь возможно со временем наука сможет решить эту проблему но пока она бессильна книга была написана в тридцать девятом году прошлого века мы сейчас находимся в семнадцатом году уже следующего века наука до сих пор не могу не может решить проблему контроля контролированного употребления алкоголя по контролированного питья ничего в этом отношении не изменилось наука продвинулась в исследовании алкоголизма как болезни в исследовании механизмов в исследовании в методах лечения запоев да там восстановительных каких-то методах и это да но лечить алкоголизм как болезнь во всей совокупности а тем более вот и этот момент да так сказать купировать этот момент чтобы вернуть человеку возможность контролированного пятня пока что наука бессильна и я здесь очень люблю говорить что мы похожи на соленый огурец да если я потерял эту возможность если я потерял эту возможность контролировать свои употребления это я потеряла ее навсегда несмотря на все сказанное алкоголь который отказывается верить что что они относятся к такой категории не смотря все сказано есть алкоголики которые отказываются верить в то что они относятся к такой категории лиц. Прибегая к самым разным формам самообмана и различным экспериментам, они пытаются доказать себе, что являются исключением из правила, и потому их нельзя считать алкоголиками. Если кто-то из неспособных контролировать потребление алкоголя может резко переломить себя или начать пить умеренно, мы готовы снять перед ним шляпу. Бог свидетель, мы долго, но чертно пытались научить себя пить, как другие люди. Я как говорила, что у меня была эта иллюзия тоже, да, научиться когда-то пить, но самообман мой доходил до того, что я даже, зная многое о болезни, я придумала себе такую формулу, что если я какой-то период длительный воздержусь, то у меня организм как-то по-другому начнет работать, да, то есть я там разные-разные схемы себе придумывала, и, так сказать, это даст мне вот мое там воздержание, если я, допустим, год-два или, может быть, еще больше выдержу без алкоголя, то мой организм перестроится. Ну откуда вот такой вот, откуда такие мысли приходят? Только больному человеку вот эти изощренные теории самообмана, естественно, они меня посещали. Ну и тут дальше идет про самообман, да, какие методы самообманов у людей, у алкоголиков бывают. Вот некоторые из применявшихся нами методов. Пить только пиво, ограничиться определенным количеством рюмок, никогда не пить в одиночку, никогда не пить по утрам, пить только дома, не держать спиртного в доме, никогда не пить в рабочее время, пить только на вечеринках, бросить пить виски, перейти на коньяк, пить только натуральные вины, дать обещание подать заявление об уходе с работы, как только тебя застанут пьяным, начать путешествовать, не путешествовать вообще, дать обещание никогда не притрагиваться к алкоголю с с произнесением торжественных кляхт и без них, больше заниматься спортом, читать воодушевляющие книги, жить в тренировочных лагерях и санаториях, добровольно соглашаться на лечение в психиатрических лечебницах. Этот список можно продолжать до бесконечности. У меня не было всего из этого списка, но последние два года я перешла с водки и коньяка. Здесь были мои любимые напитки в течение 20 с лишним лет, но мой самообман был в том, что я перешла на пиво и вино, потому что я считала, что нельзя же так быстро уйти в аут от вина или пива, значит это поможет мне контролировать. Значит, выпив пару-тройку стаканчиков вина или пару-тройку бутылочек пива, я смогу остановиться и я еще не буду в ауте. Водку мне контролировать тяжело, хотя я ее очень люблю, но с этим я смогу как-то справиться, жить. Ну, конечно, дубки. Именно в последние два года употребления алкоголя, когда было только пиво и вино, со мной произошли самые ужасные, самые такие поворотные в моей жизни события, хотя это было всего лишь пиво. Вот, и вот все, что здесь перечислено, это, конечно, вот методы самообмана. А алкоголик, его мышление построено именно так, что он все время придумывает себе самообман и самооправдание. Мы не хотим ни на кого наклеивать ярлык алкоголика, предлагаем вам самим поставить себе диагноз. Зайдите в ближайший бар и попробуйте начать пить, а потом резко прекратить. Проделайте это несколько раз, через какое-то время вы сможете решить, насколько вы честны с собой. Не исключено, что полное сознание нашего положения вызовет у вас нервную дрожь. Ну, это вот первый раз, когда книга нам предлагает выпить. Очень интересно, да? Этот тест, который называется тест Марии Мартиман. И если мне бы кто-то когда-то предложил делать такую манипуляцию, чтобы решить, алкоголик или нет, то я бы заранее, не думая даже до двух минут, я сказала, что я этот номер не исполню. Мне иногда было бы легче уже вообще не притрагиваться к этому стаканчику, собрать силу воли в кулак и уйти, но начать пить и остановиться, ну, только с ужасными муками, и тут уже неизвестно, что лучше, да, с муками останавливаться или переживать все муки, которые будут потом. Ладно, пускай те, которые будут потом, они лучше. Вот так я мыслила. Хотя это невозможно доказать, нам кажется, что в начале нашего пути многие из нас могли прекратить пить. Трудность заключается в том, что немногие алкоголики хотят бросить пить, когда это еще возможно. Нам известно несколько случаев, когда люди, у которых были все признаки алкоголиков, бросали пить почти исключительно благодаря огромному желанию. Вот один из таких случаев. И тут приводится случай. Ну, история одного бизнесмена, да. Мужчина в возрасте около 30 лет серьезно пил. После попоек он по утрам нервничал и успокаивал себя, принимая опять-таки спиртное. Он хотел преуспеть в бизнесе и скоро понял, что ничего не добьется, если не бросит пить. Как только он начал пить, он уже не мог остановиться. Тогда он решил, что пока он не добьется успеха в бизнесе и не сможет уйти на покой, он не возьмет в рот ни капли алкоголя. Ну, это решение, конечно, снимаю шляпу. Человек исключительной силы воли, исключительной силы воли. Он не пил в течение 25 лет и вышел на пенсию в возрасте 55 лет, успешно завершив блестящую деловую карьеру. И тут он стал жертвой иллюзий. Опять иллюзия. Которую питают все алкоголики, что долголетняя трезвость и самоконтроль позволяют ему рассчитывать, что он сможет пить, как обычные люди. Так появились в его жизни домашние шлепанцы и бутылка. Через два месяца он был в больнице, чувствуя недоумение и унижение. Некоторое время он пытался контролировать количество выпитого, но от случая к случаю снова попадал в больницу. Затем, собрав всю свою силу воли, он попытался совсем бросить пить. Но на этот раз ему не удалось. Средства позволяли ему решить эту проблему всеми имеющимися методами лечения. Все попытки заканчивались неудачей. Хотя в момент ухода на пенсию он был физически крепким человеком, здоровье, его здоровье разваливалось на глазах. И через 4 года он умер. Какой вывод могу сделать здесь? Много денег не помогает и не поможет. И длительное воздержание тоже не помогает. И тут не просто длительное воздержание, это воздержание в течение 25 лет. Это какую силу воли надо действительно иметь. Тем не менее, мы видим подтверждение тем словам, которые были прочитаны раньше. Если ты алкоголик, то это уже навсегда. И 25 лет воздержания не помогли этому бедняге. Этот случай содержит в себе полезный урок для всех пьющих. Многим из нас кажется, что если нам удастся одержаться от выпивки в течение длительного времени, мы сможем начать пить, как все. Но вот человек, который в 55 лет обнаружил, что он остался тем же, таким он был в 30. В очередной раз мы убеждаемся в истинности утверждения. Если ты алкоголик, то это уже навсегда. Если ты соленый огурец, то это уже навсегда. Не будешь свежим. Если после длительного воздержания мы начинаем пить, то очень скоро мы оказываемся в столь же плачевном состоянии, как и в наши худшие времена. Если вы решили бросить пить, это решение должно быть безоговорочным, без всякой задней мысли, когда-либо вернуться к нормальному употреблению алкоголя. У меня, конечно, не было никаких 25 лет воздержания. У меня мой рекорд за мою историю питья был 11 месяцев, и это было после того, как я отнижала в Виктории. Ну, видимо, промывка в истории, промывка мозгов немножко в Виктории, испытанные унижения. Книгу я там первый раз прочитала. Желание просто как-то вырваться, желание попасть также в 2%, про которые мне там говорили. Вот, придали мне какой-то там силы воли, что я 11 месяцев держалась. Но, так же, как здесь написано, если после длительного воздержания мы начинаем пить, а я начала вот пить после эти 11 месяцев, и начала пить понемножку. Не то, чтобы выпила и ушла в запой, или там сразу же что-то на меня обвалилось. Нет, примерно месяц я старалась контролировать 2-3 стаканчика вина, если водка, то тоже по чуть-чуть. Стиснув зубы, контролировала, но это опять дало мне самообман. А если помните, там, не помню уже на какой-то странице книги, но написано, что алкоголь хитрый и коварный, сбивающий с толку. Вот он этим меня сбил с толку. Он меня конкретно сбил с толку, в том плане, что у меня появилось ложное вот это убеждение, заблуждение, что вот оно, наконец, вот, 11 месяцев я трезвая, теперь я пью по паре, там, тройки стаканчиков или рюмочек, значит, контроль вернулся. И это моя иллюзия, с которой я раньше жила, она вроде бы как подкрепилась. Но не тут-то было. Я за это время успела устроиться на новую работу, мне прибавили даже зарплату, я сколько-то там месяцев хорошо работала, и вот начала чуть-чуть употреблять. И потом как, въехала на ту же лыжню, на которой была, все, началось неконтролируемое употребление и на работе, и дома, и где. Все с тормозов, с катушек, меня снова уволили. И прошло вот только 3 месяца, да, когда после того, как я снова начала пить, я говорю, это было вот новое место работы. 3 месяца, и после того, как я заново взяла рюмку в рот, я снова вылетаю с работы. Так что, если вы решили бросить пить, это решение должно быть безоговорочным. Опыт этого человека может вдохновить молодых людей на то, чтобы бросить пить, опираясь на свою волю. Мы сомневаемся в том, что многим удастся сделать это, хотя бы потому, что вряд ли многие действительно захотят бросить пить. Ну, это уж точно, захотеть бросить пить, пока не пришел момент истины, и у меня никогда не было такого желания. Ну, а из тех, кто примет такое решение, вряд ли преуспеет хоть кто-нибудь, несмотря на любые умственные ухищрения. Некоторые из нас в возрасте моложе 30 лет пили всего несколько лет, но они оказались такими же беспомощными, как и те, кто пил 20 лет. Не обязательно пить слишком долго и принимать большие количества алкоголя, чтобы стать алкоголиком. Это особенно справедливо по отношению к женщинам. Вот уж эти женщины. Те, кто склонны к алкоголизму, становятся алкоголичками за несколько лет. Многие пьяницы, которых оскорбляет само слово алкоголик, с удивлением обнаруживают, что они не могут бросить пить. Кстати, про женщин, ну, я из-за того, что все-таки работаю с женщинами, да, спонсирую женщин, мне вот в последнее время приходилось сталкиваться с такой проблемой у женщин, когда они часто находятся в заблуждении или трудно им поставить себе диагноз, что они алкоголички, именно потому, что у них нет тяжелых запоев. Я вот часто слышу, у меня нет тяжелых запоев. Я никогда не прогуливала работу. Я вообще пью так, что мои дети этого не видят. Почему? Я укладываю, дети маленькие, я их укладываю спать, и там в 9 часов иду к бутылке. Никто не видит. Работу я не прогуляла, запоя нет. Ну, и вот вопрос, я алкоголик или нет? То есть, женщинам, ну, иногда бывает вот трудно с этим разобраться. И вот у меня есть такой конкретный пример. Я посоветовала походить на группы и послушать, что мы тут рассказываем о себе. Почему мы, собственно, считаем себя алкоголиками, что это не только в количестве выпитого, не от количества выпитого зависит, да, а от того, как мы пьем, что мы пьем, и что мы потом испытываем в трезвости. И вот одна из таких женщин, которая говорила, ну, не, не может быть, что я алкоголик, потому что ничего вот этого не было. Походив немножко на группу, она все-таки признала себя алкоголиком и поняла, ну, что самое главное в том, чтобы поставить себе диагноз, это все-таки вот эта вот неконтролируемость питья, раз, ну, и симптомы, которые мы испытываем в трезвости, это два. Многие пьяницы, которых оскорбляет само слово алкоголик, с удивлением обнаруживают, что они не могут бросить пить. Те, кто знакомы с симптомами и заболеванием, видят много потенциальных алкоголиков среди молодежи. Но попробуйте их понять это. Я возвращусь про женщин, забыла сказать еще одно слово. Все-таки алкоголизм, болезнь биопсихсоциальная, да, и вот у женщин часто социальный фактор, он больше срабатывает, мне так кажется, потому что вот то, что держит женщину, да, семья, дети, это все-таки тормозит. Я это знаю и по себе, потому что, ну, не было бы семьи, я, и не было бы, наверное, вот детей, для которых все-таки, ну, женщина, там, как жена, как мама, должна больше заботиться. Наверное, и мое, так сказать, социальное падение было бы гораздо быстрее, гораздо глубже. А я на себе, так сказать, большого такой, большой социальной деградации не почувствовала. Ну, конечно, вот были эти увольнения, но все равно как-то удерживалось на плаву, где-то удавалось держаться. И вот это женщин часто очень приводит к самообману, что раз я еще функционирую, я там дом убираю, на работу хожу, за детьми ухаживаю, ну, и что, что пью по ночам, там, до 12 ночи, а с утра выворачивает, да, наизнанку, на работу не пропускаю, значит, ты не алкоголичка. Так что вот этот сутиальный фактор болезни, я просто хотела, ну, сделать акцент, что у женщин, он, как бы, бывает, что он очень сбивает с толку. Оглядываясь назад, мы чувствуем, что мы продолжали пить много лет после того момента, когда мы могли остановиться при помощи силы воли. Если кто-то спросит вас, вступил ли он в этот опасный период, предложите ему не пить в течение года. И тут книга нам предлагает второй раз выпить, да, тест номер два. Настоящий алкоголик, зашедший достаточно далеко, почти не имеет шанса преуспеть. На ранних стадиях алкоголизма мы иногда могли не пить в течение года, но потом все начиналось сначала. Ну, вот даже мой пример, да, ну, не год 11 месяцев, но все началось сначала. Даже если вам удастся не пить в течение года, это еще не значит, что вы не можете стать алкоголиком. Мы считаем, что немногие из тех, кому обращена эта книга, смогут оставаться трезвыми в течение года. Многие напьются на следующий же день после принятия решения не пить. Большинство через несколько недель. Я хочу остановиться на моем примере твердого решения прекратить пить после того, когда я однажды чуть не замерзла на улице в Москве в минусовую температуру, проведя ночь на улице, уснув на лавочке на улице, бутылка была в сумке. И, ну, были, конечно, потом очень тоже неприятные последствия, тяжелые, можно сказать. Я еле очухалась, я отходила потом в горячей ванной, болело все тело, мне было страшно, больно, страшно, и тяжело на душе, и дома была одна моя больная мать парализованная. В общем, была очень неприятная история, и после которой я искренне, искренне дала себе слово, что я брошу пить. И я вот отмокала в этой ванной, мучилась этими болями и кричала. Тогда я вспоминала Бога, да, хоть и считала себя атеисткой, но я теперь клялась Богу, я не буду больше пить, я не возьму больше в рот. И искренне верив себе, насколько у меня хватило сил. Недели на три, я думаю. Недели три я не прикасалась к алкоголю, и все началось сначала. Для тех, кто не сможет пить умеренно, возникает вопрос, как не пить совсем? Мы исходим из предположения, что читатель хочет бросить пить. Сумеет ли он сделать это, не обращаясь к духовным стимулам, зависит от того, в какой мере он утратил способность самостоятельно решать, пить или не пить. Многим из нас сказали, что у нас сильный характер, мы испытывали огромное желание прекратить пить раз и навсегда. И все же нам не удалось сделать это. В этом заключена удивительная способность, удивительная особенность алкоголизма. полная невозможность отказаться от алкоголя, как бы ни было, это необходимо, и как бы этого не хотелось. Вот в тот момент мне действительно искренне хотелось, но тем не менее я не смогла, и это не смогла, продлилось еще где-то, наверное, лет 14. Мне на тот момент было года 43. Как же помочь нашим читателям решить для их собственной пользы такие ли они, как мы? Эксперимент с воздержанием от алкоголя в течение года может оказаться полезным, но нам кажется, что мы можем оказать даже более серьезную услугу страдающим от алкоголизма и, возможно, медикам. Мы опишем те умственные состояния, которые предшествуют запою, потому что, по-видимому, в этом заключена суть проблемы. Что характерно для мышления алкоголика, который снова и снова повторяет свой отчаянный эксперимент первой рюмки? Друзья, беседавшие с ним после его очередного запоя, который привел к разводу или банкротству, бывают сильно озадачены, завидев его идущим прямо в питейное заведение. Что заставляет его так поступать? О чем он думает при этом? Приведем в качестве первого примера нашего друга, которого назовем Джин. У него очаровательная жена и хорошая семья. Он получил в наследство прибыльную автомобильную фирму. У него был прекрасный послужной список ветеранов войны. Он хороший коммерсант, он интеллигентный человек, вполне нормальный с нашей точки зрения, хотя и немного нервный. Заметьте, все хорошо, вполне нормальный, интеллигентный, но немного нервный. С чего бы это вдруг, да? Он не пил до 35 лет. Через несколько лет, после того, как он начал пить, он стал настолько агрессивным в состоянии опьянения, что его пришлось поместить в психиатрическую лечебницу. Выйдя из лечебницы, он вступил в контакт с нами. То есть, надо думать, что он пришел в ВА. Мы рассказали ему то, что мы знаем об алкоголизме и также о найденном нами пути излечения. Он хорошо начал, ему удалось вернуться в семью, и он начал работать в качестве продавца в компании, которой он владел до того, как начал пить. Некоторое время все шло хорошо, но ему не удалось расширить сферу своей духовной жизни. К своему огромному изумлению он обнаружил, что регулярно и довольно часто напивался. После каждого его запоя мы беседовали с ним, тщательно анализируя все происшедшее. Он признал, что он настоящий алкоголик и что его положение очень серьезно. Он знал, что если он не остановится, то он снова попадет в лечебницу. Более того, он потеряет семью, в которой он чувствовал сильную привязанность. Тут вот буквально идет отсыл к 14 странице. Некоторое время все шло хорошо, но ему не удалось расширить сферу своей духовной жизни. То есть я так вижу здесь, о чем говорится, что если алкоголик не совершенствует и не обогащает свою духовную жизнь путем работы во имя других и самопожертвования, он не сможет пройти через будущее испытания и преодолеть житейские трудности. Отказавшись от такого рода деятельности, он снова начнет пить и, конечно же, погибнет. Видимо, этот человек не следовал, не расширял свою духовную жизнь работой с другими и духовным развитием. У меня, наверное, еще 5 минут, да? Да, да, да. Угу. Ну, я как раз постараюсь закончить про Джима. И тем не менее, он снова напился. Мы попросили его подробно рассказать нам, как это произошло. Вот его рассказ. Я пришел на работу во вторник утром. Заметьте, во вторник, не в понедельник. Видимо, в понедельник что-то помешало ему прийти. Мы догадываемся даже что. Помню, что испытывал раздражение от мысли, что я работаю продавцом в концерне, которым я когда-то владел. Пришел во вторник и уже с раздражением. Я поговорил немного с боссом о том о сём. Потом я решил поехать за город, чтобы встретиться с одним из предполагаемых покупателей автомобиля. По дороге я почувствовал, что проголодался, поэтому я остановился около небольшого ресторанчика с баром. Мне совсем не хотелось выпить. Я хотел сэндвич. У меня была мысль, что я могу здесь встретить кого-то, кто заинтересуется покупкой автомобиля. Ну, вообще-то, странная такая немножко мысль, да, что странное место для покупки автомобиля, вот зайти в бар, чтобы встретить кого-то для покупки автомобиля. Я хорошо знал это место, так как останавливался там много раз, чтобы перекусить в течение тех месяцев, когда я был трезвый. Я сел за столик и заказал сэндвич и стакан молока. Ну, в общем-то, ему пришла нормальная мысль. Человек голодный, заказывай себе сэндвич и молоко. В этот момент все еще не было никаких мыслей о выпивке. Я заказал еще один сэндвич и решил выпить еще стакан молока. Не наелся, не был сытым, заказал еще. И неожиданно мне пришла в голову мысль, что если я добавлю рюмку в виски и молоко, это будет вполне безвредно на сытый желудок. И вот тут вот эта мысль, да, среди нормальных нескольких мыслей, там, зайти перекусить, заказать сэндвич и молоко, вдруг мысль вот такая, добавить виски в рюмку молока. Ну, мысль явно нездоровая, явно больная, да. Я заказал порцию виски и влил ее в молоко. Я смутно чувствовал, что поступаю не очень умно, но успокаивал себя тем, что я ведь пью на сытый желудок. То есть чувствовал, что мысль-то больная, что мысль-то какая-то ненормальная. Ну, алкоголь всегда найдет себе оправдание. И он нашел, я пью на сытый желудок. Эксперимент прошел так удачно, что я заказал еще порцию виски и влил ее в новый стакан молока. Поскольку это не оказало на меня никакого действия, я сделал еще одну попытку. Так началось еще одно путешествие Джима в лечебницу. То есть вот здесь пример, типичная модель, типичная модель алкогольного мышления, мышления алкоголика. То, что я теперь знаю, было всегда у меня, как у алкоголика. То, что я теперь знаю, является ну, моей, составной частью моего заболевания, то есть моего психического заболевания. Не стыжусь этого слова, оно точно есть. И когда говорю, когда я узнала, что вот мне это свойственно, это мышление, у меня было такое облегчение, что я поняла, что с этим можно что-то сделать. Так началось еще одно путешествие Джима в больницу. И так существовала угроза так и остаться под замком лечебницы, потерять семью и работу, не говоря уже о сильных физических и моральных страданиях, которые всегда вызывало в нем пьянство. Он прекрасно знал, что он алкоголик. Тем не менее, все соображения в пользу воздержания были легко отметены нелепой идеей, что он может выпить виски, если смешать его с молоком. Самооправдание. Каким бы ни было точное определение этого слова, мы называем это чистым безумием. Как иначе можно назвать такое полное отсутствие способности связать поступок с его последствием? Такое неумение рассуждать здраво. Вам может показаться, что это нетипичный пример. Я тоже, когда читала первый раз, думала, что это гротескный очень пример. Ну, да, он есть в этом гротеск, но, как здесь и написано, нам он не кажется таковым, потому что подобный способ мышления был типичным для каждого из нас, подписываясь. Но всегда был этот странный умственный феномен, когда одновременно с нашими здравыми суждениями неизбежно возникало совершенно безумное и простое оправдание для того, чтобы выпить первую рюмку. Наши здравые мысли не могли удержать нас. Безумная идея брала вверх. На следующий день мы спрашивали себя со всей искренностью и серьезностью, как это могло случиться. В других случаях мы вполне сознательно шли, чтобы напиться, оправдывая себя тем, что мы нервничаем, сердимся, беспокоимся, ревнуем и так далее. Но даже при таком начале нужно признать, что все наши попытки оправдать очередную выпивку всегда были явно недостаточными и безрассудными по сравнению с тем, что происходило потом. Теперь мы понимаем, что когда мы начинали пить сознательно, а не случайно, то в период обдумывания у нас не было серьезных или действительных мыслей об ужасающих последствиях того, что мы собираемся совершить. Вот таково мышление алкоголика. У нас безумие первой рюмки. Алкоголик всегда найдет себе оправдание для того, чтобы выпить эту первую рюмку. И сама суть алкогольного мышления, вот этого безумия заключается в том, что мы не можем связать поступок с его последствиями. То есть тот механизм самосохранения, который работает при том, когда мы дотрагиваемся до горячей плиты, когда мы попадаем в ситуации, которые нам угрожают чем-то, в которых мы можем травмироваться. И мы пытаемся их избежать. В силу просто инстинкта самосохранения. Не причини себе боль, не повреди себе. Вот этот инстинкт абсолютно не работает тогда, когда речь идет об алкоголе и о первой рюмке. Наш феномен. Феномен алкогольного мышления. На этом я заканчиваю сегодня. Пример Фреда мы уже разберем в следующий раз. Спасибо, что спросили. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ